Театрализованные представления. Поэтому я, разумеется, убедительно обращаюсь к гостям и родителям со всех предметностей, пора оставаться сегодня так, чтобы всем гостям у нас было удобно и комфортно. Так, по поводу вопросов. Все вопросы, которые у вас будут возникать, вспоминайте. После первой части, когда мы налим чай, дадим кулачок, ответим вовремя для ваших вопросов, все вопросы, мы вместе стараемся ответить. Вот и в ее съемках. Единственный большой вопрос, пожалуйста, во время первой театра в новой части без шелчков с пушкой. Под поменьше, что очень сильно отрекает звезду в глаза. Если все так, то можно, пожалуйста, снимайте любой момент, и все равно следующее для крыльчика. И еще одна очень большая позиция. Мобильные телефончики, пожалуйста, поставьте на бесшелчное время. Это все. Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Так, ну, перво-наперво надо в муку залезть. Давай. Захар Петрович, собственно, персоной, хозяин калашного заведения. С кем честь имею? Позвольте представиться, у меня зовут Соболев Иван Федорович. Я не там закончил Рязанское коммерческое училище. Ну, слышал, вам здесь в калашную требуется бухгалтер. Ну, да. Так я здесь бухгалтер, Захар Петрович. Пожалуйста, бухгалтер, грамотный. Давай, так, математика вижу. Отлично. Это бухгалтерия. Бухгалтерия. Слушай, это все хорошо, конечно. Ты мне моча скажи, ты вообще калашную бухгалтер хочешь, ну, ты знаешь. Так, Захар Петрович, днем бухгалтера какое? Да. Захар Петрович, нюльком окажется, обманывать нас сочнет. Ну, будет часть нашей муки за полцину вон, хотя бы соседнюю кондитерскую продавать. Вот тогда что? Тогда не знаю. О, а спрос будет с тебя, ты бухгалтер. Я тоже верю. А чтобы знать, куда в калашной кастырь коммерческий уходит, надо же понимать, сколько какого продукта для самого калача требуется. Другими словами. О, кухню нашу надо знать. Так, для того, чтобы я стал вашим бухгалтером, мне сначала надо стать подмастерином. Ну, вообще, да. Ну, что же, я, в принципе, согласен. А ну, положь калачки. Мало что. Ты для него что-то не заработал. Клади пять копеек на стол, надо, забирай. Пять копеек за калач. Я на такие деньги куплю, что куплю четыре фунта ситого хлеба, и сдача останется. Понятно. Хочешь ситого хлеба? А кто же не хочет? Да ладно, будь тебе ситой. Да, где он у вас? Вот тебе сито. Да. Вот мука. Да. Вот давай просеиваем ее. Поехали. Нам же пшеничную муку везут с поволочи за полторы тысячи верст. Она ждет в мешках, слышно, что успевает. Вот ее надо просеять, воздухом напалить сюда. Подъемного теста. Для ситого хлеба сколько раз муку просеивает? Раз, два. Так. А для калача? Три, четыре. Семь, восемь раз. Чего? А ты для калача получаешься самым пышным из всех приставов черничных хлебов. А стало быть самым дорогимым. Это все, конечно, замечательно, Захар. Когда мы перейдем непосредственно к калачам? Вот так вот стоит три стены, он любой может. А у меня образование. Ну, понятно, ладно, шов, покучите их. Елка вашей требует много сил, времени, а самое главное терпение. Так все имеется, Захар. Ну, тогда подай-ка мне красненькой муки. Сейчас. Бигом. Захар, ты чего? А вы там в печи сегодня не перегрелись? Мука-то вон, белая вся, вот как от красной прописти. Белая, чтобы калаш не везти, не будет красить какой-то муку дойти. Ну, слушай, от красной от белого, что у меня от ничего. Вот тебе первый урок. Слушай, калача требуется два вида пшеничной муки. Типа, самый обычный, белая мука, вот, видите, да, вот, мелко упомолвала из обычной озимой пшеницы. А вот мешки с этой мукой мы помечаем специально красным клеемом, поэтому называем эту муку красненькая. А вот помечаем ее, давайте не путать с другой пшеничной мукой. С ней мешки помечаем с клеемом голубым. И это мука особая. Мука особого крупного помола. Называется такая мука крупчатая. Кстати, для этой муки пшеницы тоже требуются особые. Самые горожая и самые лучшие. Пшеницы твердых яровых сортов. А у нас такая пшеница растет только на Павловске, на Кубани, на Алтае и в Крыму. Удивительно, за каждое. У вас куда-то, если посмотреть, все какой-то особенный. И самое главное, очень-очень дорогой. Вы, наверное, воду для калача где-нибудь в Африке заказываете? Чтобы вас подороже было, по особене. Хороший человек. Спасибо. Она в калачном мире тоже приветствуется. Вот и вот как раз мы берем ее самое обычное. Из колодца. Аббал. Соль. А чего с солью закалывать? Соль. Соль для калачного детства нужна. Иди. Ух ты. Ну да, она какая-то более растущая. С тобой обычная. Так, я входит. У вас здесь получается мука, вода и соль. Это все? Нет. Сначала надо попробовать закваску. А вот это уже интереснее, Захар Петрович. На хмелю. А, на хмелю? Спасибо, Захар Петрович. Мне охраны на диками не было. А теперь тоже советую. Чудовый человек. Да я же тебе говорю про закваску. Да. Которая готовится на тваре шишечек. Самого обыкновенного, самого простого хмеля. И вот без этой закваски нам, ну никак. Во-первых, она вместо дрожжей, тесто дает подъем должный. А самое главное, в тесте убивает всю заразу. Значит, я про отметил даже слово такое вычетал. Мудреное, мудреное. Ну-ка. Антисептик. Да, действительно, какое-то мудреное слово. Так, ну в итоге-то чего у вас здесь получается? Мука, вода, соль. Вот это ваша закваска на антипестике. Ничего сложного. Вот катаешь калачи, китаешь пей. Ой, если так просто было бы, он любого возьмисывался, он калашникам и станет. Так что ли, по-твоему? Да, не, собственно говоря, у вас так калашникам и становятся. Ну калачи тут, каждый булочный продаются. Захар Петрович делаются и подаются. Чип, ну булочный. Тоже нет. У тебя тоже порядку нет. Вот раньше был порядок. Так, кажется, я к своим делам занимался. Как раньше было? Так. Хребник печет хлеб. Так. Булочник. Булки. Булки-бараншник. Баранки. Баранки. Ну а калачи-калашники. А тут понравилась людям эта французская булка. Вот иначе и булочники все под одну гребенку делать. По-моему, прекрасно заканчивается. А заходите вы в булочку, покупайте сразу калачи, пряники, баранки. Ну бегать, искать ничего не надо. Удобно, когда вы вместе все лежите за дорогу? Вот сюда, вы прекрасно вкладываете. Что, неудобно? Удобно. Вот, вот, говорят, вы помалите, что удобно. Значит, удобно говорить. Ну ладно. Ну вот, к примеру. Ну, подождите вас по спине, поднимите руку. О, хорошо, Баранш. Ну давайте так. Вы решите себе заказать подарок. Вот вы кому бы обратились? К художнику или к маляру? К маляру. К маляру. А вот что ж я к маляру, он тоже краской доработает. Как-то человек своим делом заниматься должен. Маляр должен забор украсить, а художник, как правильно сказать, портрет писать. Не калачи настоящие, не какие-то там булушкики. А только калашники могут делать. Ну, убедите, пожалуйста. Калачи только калашники. Кстати говоря, время тут вечера. Ну, вот, ну. Я здорово. В итоге, может, поем, отдохну. А завтра придем с утра, будут калачи вошли пить. Ну, ты что, ты же для калашного обучения как раз вовремя пришел. К вечеру. Калачи-то когда выпекаются? Да. Утро. Ну, а чтобы калачи утром выпекать, мы должны еще днем и вечером лучше успеть сделать. Я тебе брать с весло дам. С весло, да? Ну, нам, мне кажется, не грезит больше весло. Да никуда. Сколько? Калашное тесто сначала получается жидким. А уж оно у стола. Вот там. Его надо. Вот. Специальным деревянным веслом во сне проворачивать, проворачивать, пока тесто от весла от лепати начнет. А так долго проворачивать? Не, не, часа полтора. Ой, что-то у мать ему за полтора шансы есть. Так я сразу сказал, что этот рут нелегкий. А ты же к этому прибавь в просеивание муки. Ну, да. А муку там будет еще и с амбара принесеть. Ну, верно. А каждый мешок с мукой 9 пудов весит. Тогда 147 килограмм получается. Ну, да. Ну, да, не слабо согласен. Слушай. Чего? Ну, как ты этот мешок-то одолеешь? А что такое? Ты втаси, ты скудозошный. Тебе же мешком придать не дай. Не, не, даже ничего мне не говори. Так, сейчас идешь ко мне в лавку. Берешь в приказчика мелочь. Сходишь с нами в бестурия, купишь свиную голову. Вот тогда приходи. А голова зачем? Ну, как, не свиную голову, и щей давали. Хлопзак. Откормим тебя, студент. Сейчас я быстро за карту трогаю. А ты знаешь, на обратном пути в калашный ряд забегу. В торговлю, может, посмотрю, отчет, отчет, отчет. Ну, а кто тебя пустит от акула? Чего ты так? Что ж свиные головы себе покупает, а? Беднодадутки студенты безработные. А кто в калашный ряд ходит? Кто? Ну, люди приличные. Деньгали с положением. Что ты думаешь, вон, ну, вход в калашный ряд? А ты со мной солдат Прохор так что-то стоит? Да и, может, продавцы, да ты плать. Вот так и вот, как ты не пускал. Как увидит, на пол, со свиной головой в руках, то как закричит. Куда прешь со свиным рылом в калашный ряд? Да так закричит, бывает, вот, на полжицы площади слышно. Так же ты, с мясного ряда, сразу к нахуй. А перед тем, как пойдешь на рынок, непременно загляни на ледник. Не нарубить ты мне для единового стола, не дай играть три, а то у меня уже лед окончился. Приказчик, свинья, лед. Давай. Все через блюду. Давай.